Всем привет! Меня зовут Илья Бунин. И сегодня я вам расскажу о самых ужасных и отвратительных фильмах 2018 года. А их было ой как много, что я даже делал подборки внутри топа. Но знаете, что самое интересное? В году было много хороших фильмов. Но о них я расскажу в топе лучших картин 2018 года. В общем, готовьте мандаринки! Начинаем! Если говорить откровенно, я в шоке от современного массового зрителя. И то, чем я сегодня занимаюсь, это называется «сать против ветра». По-другому и не скажешь. Судя по тому, как меняется общественное сознание, скоро мы будем ходить в кино просто на монтажную нарезку спецэффектов. Рано или поздно так оно и будет. Вот правда, я читаю тысячи комментариев, и люди уже оправдывают тупые фильмы просто фразой «Ну это ж развлекательное кино». А, ну всё понятно. То есть Человек-паук Рэйми с историей взросления юноши – это не развлекательное кино. «Первый железный человек» тоже. «Тёмный рыцарь» Нолана. Всё это не развлекательные блокбастеры. Так какого хрена вы бессмысленную и безвкусную санину вроде «Чёрной пантеры» или «Аквамена» оправдываете этой фразой? Обращаюсь конкретно к людям оправдывающим. Возьмите сами, сравните. Вы что, никогда не видели нормального развлекательного фильма? Такое ощущение, что просто стали забывать. Реально, поток дерьма сейчас льётся такой обильный, что людям уже невозможно сравнить. Процент нормальных фильмов настолько маленький, что мозг тонет в потоке говна. Я на канале ни разу не брал слов обратно и сейчас не возьму. «Аквамен» – сраное говно. Вы просто стали забывать, как выглядит нормальное кино с проработанным миром, а не с ведомым за ручку дебилом, который хочет пассать на камень для развития истории. «Мог бы помочиться». Вырабатывайте, пожалуйста, подход к фильмам, думайте, на что идёте. А то так и будет, что фильмы вроде «Братьев Систерс» нахер никому не нужны. Зато в прокате идёт 55-я часть «Форсажа» и 35-е продолжение «Человека-паука». Я понимаю, выбор никакой в кино. Но даже если вам приспичило идти на дерьмо, не надо его оправдывать. Не обманывайте хоть сами себя. Просто отметьте в голове. Я иду на дерьмо попить пивасы и поугарать над тупостью. Я это понимаю, дозирую и контролирую. Мне кажется, важно сохранять здравый рассудок и отличать дерьмо от нормального идейного кино с выстроенной драматургией. Как вы понимаете, мне насрать на рейтинги, на дизлайки. Я говорю на этом канале так, как оно есть. Это моё личное видение, мои принципы, и я их здесь отстаиваю. Нравится вам или нет? Ладно, ближе к Аквамену я ещё успею понудить. Расскажу вам, как я хайпую на негативе, о своих принципах и не только. Это только начало. Десятое место. Западный шлак. Начинаю десятку с кучи западного шлака. Хотелось бы, конечно, сказать, что плохих фильмов в этом году действительно было всего 10. Но вы и сами прекрасно знаете, что на самом деле потоку дерьма не видно ни конца, ни края. Впихнуть всё в один ролик просто нереально. Поэтому я составил субъективную подборку из фильмов, которые огорчили меня больше всего. Знаете, долгое время мы с вами говорим о том, какое отечественное кино убогое. Но и за бугром дела идут не очень. Такое ощущение, что Голливуд просто заточил станки, чтобы клепать одинаковые глянцевые приторные истории. Если вы смотрели наши итоговые новости на канале, то знаете, сколько ещё вас ждёт сиквелов, фриквелов и перезапусков. Количество безидейного шлака, который каждую неделю льётся в кинотеатры, временами вгоняет в уныние. Лауреат премии Оскар Дензел Вашингтон снимается в откровенной хероте под названием «Уравнитель 2». 63-летний Роуэн Аткинсон в 2018 году пытается напялить весёлый образ мистера Бина, но под невероятно инфантильную, извините, даже даунскую историю. Любимый Киану Ривз продолжает сниматься в конченной параше вроде «Профессионала» и «Репродукции». Причём во время съёмок «Репродукции» Ривз, судя по всему, даже из дома не выходил, всё сняли у него в особняке. Ну и я никогда не забуду, как он клонировал семью с помощью аквариумов почти так же просто, как заварить дошек кипятком. А ещё в этом году был мой любимый недопародийный фильм «Пустышка» «Дэдпул 2». Ну жги, одноглазый Вилли. Долбанутый трэшак «Оверворд», сомнительное на коленке набросанное «Тихое место» и «Тупой Хэллоуин», на котором многие помешались. Список можно было бы продолжать и продолжать, но есть «Рашен кино». Девятое место. «Рашен Трио». Как и всегда, за предельным количеством кала в 2018 году порадовали отечественные киноделы. Знаете, обойти эти шедевры я не мог, они сами собой сформировались в подборку внутри подборки. Дело в том, что это разлагающие сознания фильмы, направленные на то, чтобы вас обыдлить, социально разложить, продиктовать вам определенные ушлепанские ценности и, ко всему прочему, промыть мозг. Представляю вашему вниманию «Зомбоящик». Невероятно омерзительную, отупляющую и не смешную комедию, похожую больше на часовую нарезку конченных скетчей. Всё. Есть. «Крымский мост сделано с любовью». Пропагандонское киноговно ни о чём ради пропагандонства. Меня умиляет эта присказка в названии «Сделано с любовью». Такое ощущение, что заказчики этого шедевра ещё и стебались. «Велкам ту за Крымский бридж». «Велкам ту за Крымский бридж». «Велкам ту за Крымский бридж». «Я его душу мотал». Ну и, конечно, картина «Временные трудности». Рассказывающий о временных трудностях мальчика с ДЦП. Все же мы знаем, как ДЦП лечится, а? Кнутом и пряником, конечно. Если ты батя, то надо унижать и доминировать. Ребёнок от этого резко выздоровеет. А теперь представьте, вот правда, без шуток, вы только представьте, как на ваше сознание воздействуют, как его промывают и обыдляют по всем направлениям. В каждом жанре отечественного кино, про ТВ и так молчу. Музыка, блин, вообще невозможно слушать. Этот абраганский рэп из-за каждого угла, от мамкиных конъюнктурщиков, пытающихся чисто заработать своим ртом, не имея ни малейшего понятия о жизни, пока есть возможность. Слава богу, скоро Рамштайн и Джангл приедут. Но знаете, что самое страшное? Если раньше я замечал, что интернет ещё может повозбухать и маломальски повлиять, то сейчас даже в нём почти не осталось светлых окон. Я не могу включить конкретику, сейчас ролик не про это. Одно хотелось бы добавить. Если вы доверяли какому-то блогеру в каком-либо вопросе на том же ютубе, то забудьте, никому нельзя верить, даже мне. Ставьте всё, что вам говорят под сомнение, проверяйте информацию. Ну а российский кинематограф по-прежнему бдит и продолжает выполнять свою главную функцию, не давая при этом дорогу практически никаким светлым проектам. Восьмое место. Робин Гуд. Начало. Знаете, наших киноделов часто ругают за то, что на производстве фильмов откровенно пилят бабки, выпуская в прокат несмотребельное нечто. В этом году я уже не меньше десятка раз видел, как и на Западе ребята занимаются тем же самым. В этом списке будет немало крупнобюджетных блокбастеров с ужасным визуалом. Но Робин Гуд от режиссёра Отто Батхёрста пример наиболее показательный. Кстати, фамилия у режиссёра говорящая, «Такого Батхёрта на сеансах я давненько не испытывал». В обзоре я хорошо проехался по убогой сюжетной линии и сценарному безобразию, так что здесь останавливаться на этом не буду. Впервые за долгое время сценарные проблемы отошли на второй план перед поражающей своими масштабами халтурой. Не знаю как вы, а я ещё не видел фильма про средневековую Европу, в котором актёры ходят в пиджаках и толстовках с фабричными строчными швами. Я нигде не видел средневековых замков с казино и дискотеками, а средневековые уличные протесты с применением пивных бутылок. Это просто полный финиш. Вы просто вдумайтесь, насколько же авторам было пофигу, если они даже подходящей тряпке поленились пошить. Или это настолько упоротое видение у режиссёра было? Современные политические подтексты в антураже старой легенды выглядят полным абсурдом. Хорошие актёры херово играют из-за провального сценария, а от графунистой каши в динамичных сценах просто болят глаза. Даже если бы фильм стоил 5 миллионов долларов, я бы всё равно разнёс его в щепки. Но когда ты видишь такое в ленте стоимостью в 100 миллионов долларов... Нет слов. Седьмое место. Клуб миллиардеров. Об отвратительном качестве представленных здесь фильмов говорит такой факт. По прошествии нескольких месяцев в голове от них не осталось ничего, кроме воспоминаний о моих мучениях на сеансах. Но клуб миллиардеров умудрился запомниться мне своей гениальной историей. Энсел Элгард и Терен Эджертон играют двух смазливых дурачков, которые замутили мошенническую схему и прокидывают на бабки серьёзных людей. Идиотизм сюжета заключается в том, что саму схему зрителю не раскрывают, потому что она тупо не заложена в сценарии. Герои просто пропагандируют какой-то восторженный бред с видом в край поехавших сектантов, а серьёзные бизнесмены им верят и отдают свои последние сбережения. При этом сами финансисты почему-то убеждены, что их пирамида не рухнет и они смогут выкрутиться, а затем внезапно начинают убивать попавшихся под руку людей. Максимально кратко я бы описал Клуб Миллиардеров так. Это Волк с Уолл Стрит, который старались сделать максимально тупым, скучным и совершенно ненужным. И знаете, у создателей это великолепно получилось. В свои лучшие моменты фильм вызывал у меня нервный смех, но а в худшие я просто хотел сбежать из зала в ужасе. Кстати, зрители показательно проголосовали рублём. При бюджете в 15 миллионов долларов, ленте кое-как удалось собрать всего два. Пожалуй, Клуб Миллиардеров можно смело включить в список худших фильмов о мошенниках в истории кино. Иногда правда, это лучшая в мире ложь. Шестое место. Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти. Первая часть серии вышла в 2014 году на волне популярности фильмов о подростках, свергающих обсусанную диктатуру. Как и большинство подобных проектов, лента стала экранизацией одноименной книжки. Спустя годы, можно сказать, что в сравнении с сиквелами, первый фильм был вполне сносным. Помню, местами было даже интересно. Детишки бегали в лабиринте и не особо понимали, что они здесь делают, откуда присылают новых бегунов, почему никто ничего не помнит и что их ждёт снаружи. Сюжет хромал, сценарий был откровенно слабым, но какая-никакая интрига присутствовала. Как оказалось, полная неизвестность была главным плюсом франшизы, потому что дальше бегущий превратился в очередного дивергента. Конец света, огороженная территория, опалоумевшие диктаторы, избранные малолетки, которые должны стать ключом к спасению мира. Господи, у меня такое ощущение, что все эти писаки тупо переписывают одну и ту же херовую книжонку, слегка меняя описание мира и главных героев. Ирония третьего фильма заключается в том, что в триквеле действия главных героев становятся главной причиной окончательного падения человеческой цивилизации. Как оказалось, жестокие эксперименты организации под названием Порок действительно были направлены на изобретение вакцины, которая должна была спасти людей от заражения. Как итог, революционеры забодали бесчеловечную диктатуру, но попутно угробили само человечество. В чем тогда был смысл трех фильмов, зачем нужны были все эти превозмогания, где тут вообще мораль, лично я так и не понял. Как и развлекательный аттракцион, фильм тоже выглядит откровенно слабым. В первой части догонялки в лабиринте создавали динамику и саспенс за счет замкнутого пространства и легкой недосказанности. Да и денег на реализацию этой беготни нужно было немного. В триквеле создатели решили навалить эпика с тонами зомбарей, кучей техники и падающими зданиями. Только вот ни денег, ни творческого запала, ни идейной основы для создания эпика у них не было. Поэтому получилось так, как получилось. Скучно, дешево и бессмысленно. Этого я и боюсь. Пятое место. Мег. Монстр глубины. Суровый Джейсон Стейтом уже давно не радовал нас годными фильмами. Как это не прискорбно, качество проектов с его участием неуклонно катилось вниз. Сначала были мощные фильмы Гая Ричи. Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. Отделяем мух от котлет, от тех, кто мне верит, от тех, кто нет. Затем драйвовые перевозчики. Потом пошли проходные механики и защитники. А теперь вот имеем нечто под названием Мег. В центре сюжета спившийся подводник Джона Стейлор, который раньше изучал морское дно, а теперь разглядывает дно бутылки. Кстати, именно в беспробудном запое герой Стейтома смотрится наиболее выигрышно. Но из-за гребаной доисторической акулы ему приходится резко бросить бухать, что категорически не нравится главному герою. За 15 минут алкоголик с многолетним стажем отращивает мышцу и набирает былую форму для глубоководного погружения. Далее зрителя ждет час трэшового экшена с попеременно сносно херовым графоном, смерть нескольких незначительных персонажей и финальная схватка, в которой Стейтом убивает 30-ти метровую акулу чуть ли не голыми руками. И да, можно было бы просто поугарать и снисходительно сказать, ну это ж просто дешевый трэшачок под пивко для нетребовательной аудитории. Только вот бюджет этого говна 130 миллионов долларов. Чтобы вы понимали, прошлогодний «Бегущий по лезвию» с его визуалом, топовыми актерами и длительностью в 2,5 часа стоил 150 миллионов. Кстати, замечательный киберпанк Дэнни Вильнёва в прокате провалился. А вот Сан и Мег в легкую собрал полмиллиарда долларов. Давайте продолжать в том же духе и лет через 10 будем смотреть сплошных акваменов и мегов. Четвёртое место «Красный воробей». Звание самого тупого дерьма с кучей постельных сцен по заслуге достанется другому фильму. Но «Красный воробей» в этом плане тоже получился не промах. Знаете, ленту даже можно назвать по-своему уникальной. У создателей было всё необходимое для того, чтобы снять удобоваримый фильм. Хороший режиссёр Фрэнсис Лоуренс, который ставил Константина, «Воды слонам» и «Я легенда». Бюджет в 69 миллионов долларов Дженнифер Лоуренс, Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс и Джоэл Эдгартон в главных ролях. Но вместо нормального фильма сняли какие-то вонючие помои с запредельным количеством самых лютых штампов. Главная героиня в исполнении Лоуренс бывшая балерина с исконно-русским именем Доминика. Её вербует кровавая российская разведка, которая руководит, похожая на Путина, мужик. Главное отличие «Воробья» от типичной шпионской клюквы заключается в том, что единственное оружие героини – это её вагина. Господи, каждый 5-10 минут фильма Дженнифер Лоуренс участвует в отвратительных сценах, где ей приходится раздвигать ноги перед чиновниками, спать с другими агентами и мастурбировать солдатам. Половина из этих грязных сцен сочетается с жестокими убийствами, когда на сиськи бедной Доминики Лоуренс хлещет кровища из перерезанных глоток её половых партнёров. На фоне таких развлечений даже полный идиотизм сюжета отходит на второй план. Я не знаю, чем думали уважаемые актёры, когда соглашались участвовать в этой шняге. «Красный воробей» – это дегенеративная история про тупую шлюху, которая влияет на геополитику своей вагиной. Советовать такое можно разве что извращенцам и ценителям первоклассной клюквы. «Отныне вы будете воробьями, орудиями в мировой борьбе за господство». Третье место. «50 оттенков свободы». В 2016 году вышел фильм «Дивергент. Глава 3. За стеной». Вспомнил я его по одной простой причине – следом за триквелом должен был выйти ещё один фильм, завершающий серию. Но экранизации дряных книжек оказались настолько убогими, что к третьей части окстились даже самые нетребовательные зрители. Третий «Дивергент» провалился в прокате, актёры разбежались, а франшиза тихо загнулась. Знаете, у меня даже появилась надежда, что эпоха сумерек, дивергентов, голодных игр и подобных фильмов миновала. Но не тут-то было. Появились оттенки, отвратительная первая часть, ещё более бессмысленная и отвратительная вторая, а затем и долгожданная кульминация. Экранизацию произведений, как бы писательницы Эрики Митчелл, растянули на три долбаных фильма только с одной целью – собрать побольше денег. Краткую выдержку сюжета всех трёх частей можно уместить в одну строчку. В первой части Кристиан и Анастейша познакомились, переспали и поругались. Во второй они выносили друг другу мозги и в итоге помирились. В третий они поженились и сделали ребёнка. Хронометраж между этими знаменательными событиями заполнен унылыми постельными сценами, невероятно тупыми диалогами и нарезками богатой жизни главных героев. Вот реально, современная, тупая, пошлая версия Золушки. Полетали на вертолёте – перепихон. Полежали на пляже – перепихон. Покатались на Ауди – перепихон. При бюджете в 55 миллионов долларов кассовые сборы этого убожества составили 370 миллионов. Ладно, хоть заключительную часть не разбили на два фильма и на том спасибо. Это наш новый дом. Прости, что не посоветовался. Мне нравится. Он прекрасен. Второе место. Аквамен. Некоторым людям почему-то очень хочется верить в то, что я ругаю фильмы вовсе не потому, что они мне не нравятся. Не потому, что они представляют из себя обыдляющее тупое дерьмо, где абсолютно ведомый герой Бэдлан предлагает поссать на артефакты ради продвижения истории. Не потому, что где-то в мире Бэтмена под водой есть Атлантида, а рядом с ней находится портал на остров с динозаврами. И не потому, что в мире Джокера живёт осьминог-барабанщик и есть крабовый десант. Ворвиглазный хромакей за 160 миллионов долларов, подводная каша вместо экшена, ужасный сценарий с ушлепанскими шутками, актёрская игра на уровне дубовых поленьев. Всё это здесь тоже ни при чём. Такие люди думают, что я ругаю фильмы не за их плохое качество, а исключительно ради хайпа, лишь бы пойти против мнения какой-то там толпы. Грустная правда заключается в том, что я бы и рад нахваливать каждый просмотренный фильм. Было бы за что хвалить, ребята. Мне нет никакого резона делать намеренно гневный обзор. Кроме негатива и отписок, я ничего от этого не получаю. Правда, гораздо выгоднее, если бы я просто смотрел средние рейтинги у фильмов на киносайтах и подстраивался под мнение большинства. Канал бы от этого быстрее рос и денег бы я зарабатывал больше. Я не тупой, я много лет зарабатываю на интернет-проектах. Каждый из вас в глубине души знает, что толпа это тупой организм и её всегда больше. Беспринципные люди просто на тупых зарабатывают деньги. Я же стараюсь отстоять свои идеи. Я верю, что небольшой ролик с честной точкой зрения, если так получилось и оказался негативным, слабо, но влияет на формирование критического мышления. И дело не в том, какой я великий молодец, я такой уникальный. Нет, я и сам благодарен людям, которые выпускают подобные видео с альтернативной, аргументированной точкой зрения, а не просто популистическую конъюнктурщину. Такой подход приучает относиться скептически к любой информации. И что не менее важное, на мой взгляд, я своими обзорами не завышаю ваши ожидания. И если вы все-таки пойдете в кино после такого, как услышали, что Аквамен херня, или там Веном херня, или еще что-то, шанс того, что он вам понравится, значительно увеличивается, чем если бы я кричал, какой это клевый развлекательный блокбастер, срочно бегите в кино. Думаю, вы меня поняли. Теперь продолжим. Вот взять трансформеров, все думали, что франшиза давно пробила дно и ее не спасти, сам так думал. Но недавний Бамблби оказался приятным сюрпризом, который я с удовольствием посмотрел. Да, он средняковый, вторичный, но кропотливый подход к сценарию, к созданию антуража 80-х, все решил. Взять ту же киновселенную DC, которую все та же толпа считает конченной, даже в ней я почти всегда находил плюсы. Сам грустный Бэтмен Бен Аффлека мне нравится при всех недостатках. Я хвалил Гальгадот в насквозь сказочной чудо-женщине, но Аквамен, извините, он как был для меня эталонным супергеройским калом, так им и останется навеки. По безвкусице он похож на отряд самоубийц. Яркий, блестючий, приторный и нахер не нужный. Пожалуй, в нем все же есть одна особенность. Это самое дорогостоящее супергеройское дерьмо, которое я видел в этом году. Истинное дерьмо. Твоя мать всегда знала, что ты особенный. Займи свое законное место на троне. Первое место Такси 5 Безоговорочным говном года лично для меня стало продолжение легендарной франшизы. Если вы смотрели мой обзор, то помните, как у меня пригорело. Ебать! О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Для меня лично первые две таксишки были попкорновыми шедеврами, которые можно пересматривать и пересматривать. Вы так рисковали! Надеюсь, у вас не отберут из-за этого права. Не волнуйтесь, месье, у меня их нет. Там было все. Великолепные герои с понятными проблемами, отличный ситуативный невымученный юмор и прекрасный экшен на тюнингованной таксишке. Потрясающее развлекательное кино. Что это у вас за машины? Это мерседесы? О-ля-ля! Они тоже считаются машинами? Пятая часть это какой-то трэш. Судя по всему, Бессон, из-за того, что его студия Европа Корп в долгах лишился влияния на франшизу. Во всяком случае, потерял бдительность точно. В новой части уже не снимаются наши любимые герои. Остались только Жибер и Ален. Судя по всему, их вообще не смутил сценарий. А вот в главной роли снялся Франк Гастамбит. Он же, представьте себе, и режиссер, и сценарист. И если вам повезло не вляпаться, то вы пропустили два часа невероятного самолюбования. Этот чувак решил, что он в фильме будет и Даниэлем, и Эмильеном, и Вином Дизелем одновременно. Он и неудачливый коп, и крутой водила. Ну а с того, что он косит под Вина Дизеля, я вообще офигел. Он намеренно повторяет и ужимки, и ухмылки, и гримасу невозмутимо устроит так же. Даже гоняет в такой же белой футболке. В фильме даже есть своя Летти. А когда заиграл кочевый трек Get Low из седьмого Форсажа, я вообще потерял грань, где такси, а где форсаж. Сюжет же это просто калька со всех предыдущих частей. Но хуже всего здесь юмор. Он уровня российских обыдляющих комедий. Блевание, сопли, брыжище, говно. Вот правда, всё как в идиократии. Это всё, что показывали в течение девяносто минут. В том году он получил восемь Оскаров. В том числе и за лучший сценарий. Даже сам Сами Насри сказал, что новое Такси 5 полное говно. Прям так и сказал. У меня даже нет слов. Скатить в такое бессмысленное мерзкое убожество надо ещё уметь. Однозначно один из худших говнофильмов года. Полная безидейность. Ребят, это был топ всего самого ужасного в этом году. Лучшие фильмы, как будут готовы, появятся вот тут по ссылочке. А пока можете посмотреть десятку фильмов-разочарований и итоговые новости кино. Кстати, очень интересные получились. Всё дублирую по ссылке в описании. Ну и подписывайтесь на мой инстаграм, там в сторис болтается моё оперативное мнение о новых ёлках. Обзор, кстати, на днях. И до скорого. Пока. You're a mean one, Mr. Grinch. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова